Всем привет! Это программа «Одна история» и сегодня у нас в гостях ростовский режиссер, вышедший на всероссийский уровень, Максим Фащенко. Ну что, Максим, здравствуй! Расскажи о своем первом фильме, который ты снял на секундочку за 500 рублей. Здравствуй, Юлия. Да, было такое дело. Первый фильм снимал с бюджетом 500 рублей. И этот фильм назывался «Интерпретация». Эти деньги были потрачены на пирожки для съемочной группы нашей команды, на бензин, проезд до места, до локации, до места съемок, и фонарик, и пластилин, из которого мы сделали реквизит, артефакт. Сняли этот фильм и в течение одного дня, то есть, получается, буквально за 8 часов, по-моему. И продолжительность фильма составила 25 минут. Вот так вот. В этом фильме я делал все сам, делал компьютерную графику. Именно на этом. Этот фильм я снимал для того, чтобы понять вообще, как нужно снимать кино. То есть, понимать, как должна двигаться камера, что такое правило восьмерки и прочее, прочее, прочее. Снимал его абсолютно неправильно. Ну, то есть, не по правилам кинопроизводства. Сделал этот фильм. Так как людей, среди знакомых у меня не было ребят, которые делают компьютерную графику, поэтому пришлось самому научиться делать компьютерную графику. По цветокоррекции какие-то вещи. Подучился и выпустил этот фильм. Там еле я вначале говорил несколько лет назад, что там вот с ребятами собрались, поснимали что-то, приехали и смонтировали. Это все вранье. Это неправда. Все было продумано, спланировано. У меня были раскадровки полные. То есть, каждый кадр, как я должен снять, у меня была тетрадь, где я делал вычеркал, вот это сняли, вот это сняли. Все. То есть, подготовка была серьезная. Вот. И тем более, за 8 часов все это снять было очень непросто. Если вы не умеете снимать кино без денег, то в кинопроизводстве вам нечего делать вообще. Ты первый, кто показал, что действительно у нас кино снимать можно. И снимать можно такое, которое будет нравиться, в принципе, любой аудитории. Более 1 миллиона просмотров. Да, первый фильм. Ну и, наверное, вот это стало той отправной точкой, которая привлекла инвесторов. Да. Только правильно сказать не инвесторов, пока что спонсоры. Спонсоры. Было большое количество. То есть, это я целенаправленно выбрал именно эту тематику. Сталкер. Потому что Сталкер в то время был очень популярен. Да, он и сейчас не сбавляет свою популярность для того, чтобы собрать поклонников, единомышленников, которые, я так думал, помогут мне в сборе денежных средств на следующий кинопроект. Я понимал, что за 500 рублей снять фильм хорошего качества уже очень сложно. Поэтому я организовал сбор денежных средств на краудфандинговой платформе «Планета». В результате что получилось? То есть, я собрал всего 32… Я поставил задачу собрать 150 тысяч рублей. Но собрал только 32 тысячи. 32 тысячи рублей. Фанаты, которые кричали, что мы поможем, скинем деньги и прочее, прочее, все получится. Они растворились. И с помощью этих поклонников мне удалось собрать только 4 тысячи рублей. Остальные деньги положили ребята… То есть, остальные, в фуме, 32 тысячи. Положили ребята, которые к Сталкеру у них никакого отношения не имеют. Им просто была либо интересна фантастика, либо… Либо это мои родственники. Мама, папа, бабушки, дедушки, родственники. Вот, двоюродные, троюродные. И буквально за минут за 15 до окончания сборов… То есть, я понимал, что я провалил сборы. Было печально, что у меня ничего не получилось. Я ходил по спонсорам ростовским. Мне получал отказ. Ну, понятное дело, кто я такой, чтобы мне давать деньги. И ничего не получилось. И за 15 минут до окончания сборов мне написал один человек, который сказал, вы уверены, что не возникнут проблем с авторскими правами, с правообладателями по поводу игры и фильма, конфликт какой-то? Я написал, что нет, ничего такого не будет, потому что мы… Является… Это фан-фильм, который не заинтересован в получении прибыли. Вот. И за 5 минут до окончания сборов мне поступила сумма как раз-таки, так, по-моему, 117 тысяч рублей. Ну, вот, чтобы получилось, 17-150 тысяч рублей в сумме. Вот. Я не верил такому счастью. Вот. Прыгал от радости и понимал, что теперь нужно человека не подвести. Это оказался этим человеком, спонсором оказался Вадим Богданов из Москвы. Поэтому мы приступили к съемке нового фильма. Второй фильм – это «Трансформация». И он набрал уже более двух. Да, более двух миллионов просмотров. Более двух миллионов просмотров. Вперед! Попробуй меня догнать, урон! Как думаешь, вот чем привлекло, почему люди захотели смотреть это дальше? Они ведь стали писать о том, что они хотят продолжения от автора первого фильма. Я решил сделать кино более такое, сделать акцент на графику, на красивые кадры, может быть, на какую-то такую, может быть, пафосность, вот на это поставить. Как ты организовал весь этот съемочный процесс? У нас все ребята, те, кто этого не понимал, они отфильтровались. Остались только те, кому не надо расставать пинков и прочее. Они просто работают и все. К примеру, тот же, и мы друг другу помогаем постоянно. К примеру, вот работа над фотографом, да, последним фильмом. Звукорежиссер какой-то задачей не справляется, он звонит оператору, Артему Ткаченко, то есть у нас звукорежиссер Василий Сибиряков, говорит, Артем, там, приедь, помоги. Вот, там, по звуку что-то озвучить, даже и без просьбы о помощи, Артем сам звонит, там, что, помочь нужно, приезжает. И так у нас команда работает дружно, вот, потому что все заинтересованы в одном, сделать хорошее кино. В самом твоем последнем премьерном фильме, который выйдет вот буквально через год, да, на ютуб-канале твоем, сейчас пока состоялась премьера в твоем родном городе, буквально 11 марта. Только избранные, пожалуй, смогли увидеть это. Но сейчас ты ездишь с этим фильмом по России, правильно? Через два дня начнется. Как можно на свой проект найти человека, который заинтересуется в тебе, как в профессионале? Первый человек, я вам говорил, это человек, который был, ну, он и есть поклонник пикника на обочине, братьев Стругацких, Романа. То есть сталкер, сталкер, ему понравилась тема, и он решил поддержать. То есть, да, можно сказать, что мне в этом деле повезло, когда я нашел первого спонсора. Да, отчасти повезло, но все равно перед этим была проделана большая работа. Я разослал, ну, наверное, 700 сообщений разных, то есть я писал людям постоянно. Я до сих пор пишу разные, я там Биг Мамбетову пишу, там и прочее, прочее, пока ответа нет, кстати. И всем постоянно пишу, а до некоторых говорят, что, о, Мак, тебе вот так вот сделал, тебе повезло. Нет, я пишу, там, может быть, какая-то наглость какую-то проявляю, но ищу, ищу варианты. Вот, например, вот сейчас вышел фотограф, да, вы думаете, там, Министерство культуры заинтересовалось, там, либо Союз кинематографистов, там, Ростова-на-Дону. Нет, нет, это нет, 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 у них там свои, свои проблемы, свои дела. Если вы делаете что-то хорошее, то, ну, как мне кажется, спонсоры сами вас найдут. Вот в идеале, как ты видишь свое профессиональное будущее? Однозначно я буду развивать кинематограф в Ростове. Ближайшее будущее, мы снимем фильм полнометражный, и дай бог, чтобы все прошло хорошо, чтобы фильм не просто окупился, а принес прибыль. Ну, тут стоит сказать очень важную вещь. Следующий фильм, который выйдет, он не по теме Сталкера, это во-первых, а во-вторых, он уже обещает выйти в свет. Для широкого проката. Да. Вот такие, это не мечты, а конкретные цели. Я думаю, что твоя смелость и уверенность в себе приведет тебя к большому-большому успеху. Ну что, я счастлива была познакомиться с тобой. Спасибо за очень откровенность. Мне приятно было пообщаться. Мы теперь будем уверены, что киноиндустрия Ростова-на-Дону в надежных руках. Да, будьте уверены, все будет хорошо. Ну, это была программа «Одна история успеха». И в гостях у нас был Максим Фащенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова